Администрация Темрюкского района ведётся сбор необходимых документов для подачи заявки в Российский Организационный Комитет Победы на присвоение Темрюку почётного звания «Город воинской славы». В администрации района прошло совещание под председательством исполняющей обязанности заместителя главы района Татьяны Никиташ, в котором приняли участие руководители общественных объединений. Мы приняли решение, и Фёдор Викторович дал нам поручение возобновить работу и начинать тесно работать и с общественностью города и района, и также с жителями города и Темрюкского района по вопросу присвоения городу Темрюку звания воинской славы. Начальник Организационного отдела администрации района Ирина Жирнова подчеркнула, что сегодня история даёт Таманской земле ещё один шанс заявить о себе. И несмотря на то, что соперники в вопросе получения звания у Темрюка серьёзные, всё-таки необходимо суметь доказать, что именно Темрюк достоин гордо его носить. Сейчас очень мощный исторический факт. 75 лет освобождения Кубани, город-герой Керчь с одной стороны и завершение строительства Крымского моста, который бы исторически связал два города. Город воинской славы Темрюк и город Керчь, город-герой. То есть, ещё раз, история нам даёт ещё одну попытку, ещё один шанс. Уходят ветераны. Если на момент сбора документов 2009 года их было порядка 350, сейчас ветеранов войны 51, которые проживают на территории Темрюкского района. Руководители общественных организаций сошлись в едином мнении, что во имя будущих поколений и памяти о героическом прошлом Темрюка, сегодня всем стоит поддержать эту инициативу. В городе открыты пункты сбора подписей в поддержку присвоения Темрюку звания «Город воинской славы». Оставить свой автограф в подписных листах могут все желающие жители и гости Темрюкского района. Все, кто готов поддержать инициативу, и все, кто считает, что Темрюк действительно достоин звания «Город воинской славы». Темрюкский район.